Насте Тарасовой 11 лет. Она впервые готовит кексы и получается у нее это не хуже, чем у любого маститого кулинара. Девочка посещает инклюзивный дом культуры. Здесь, благодаря Общероссийскому народному фронту и волонтерам, состоялся мастер-класс, где особенных детей учили поварскому делу. Понравилось прям сильно-присильно, потому что я, во-первых, сладкоежка, и во-вторых, я люблю готовить в принципе. Я встречала подобный рецепт, но как готовить именно я не смотрела. Почти каждый ребенок любит сладости, а если они еще и полезные – двойная радость. Для детей с ограниченными возможностями здоровья подобрали специальные ингредиенты для десертов, чтобы избежать возможной аллергии. Например, вместо яиц в приготовлении кексов использовали бананы, а в качестве подсластителя – сироп из топинамбура. Оксана Аксенова – руководитель одной из кейтеринговых компаний. Это ее первый опыт в организации таких мастер-классов, и останавливаться она не собирается. Мы будем продолжать в дальнейшем, потому что у нас много таких детишек, и не только для таких, и для всех остальных мы тоже проведем. Хотим вообще во всех домах, кому нужна помощь, провести. Детишки рады, даже те ребята, которые мне помогают, они сами рады, каждый раз что-то новенькое узнают. Впоследствии они смогут дома повторить то же самое. Во-вторых, это, конечно, социализация. Но не будем, конечно, углубляться, что там и моторика, и внимание, и изучение продуктов, из которых они что-то делают. Ну и самое главное, конечно, их возможность как-то приспособления к нашей жизни. Завершился мастер-класс коллективным обедом из приготовленных вместе сладостей, которые всем пришлись по душе. По словам организаторов, семьям с особенными детьми не стоит закрываться, всем нужно общаться и поддерживать друг друга. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.